Трудолюбие это семейная ценность. Если в семье нет трудолюбия, оно в детях появится, нет? Нет. Если родители не могут правильно поддерживать свет, то тогда он гаснет. У ребенка есть по природе, по его природе, есть трудолюбие в сердце. У каждого ребенка есть трудолюбие. Но вот представьте себе такую картину. Вы приходите домой с работы. Женщина там разговаривает по телефону или что-то чем-то занимается там своим. Муж сидит за телевизором. Ребенок приходит со школы, он говорит, садись учить уроки. Вы понимаете, маленький ребенок, у него нет разума самому создать себе среду, в которой он живет. Он перенимает ту среду, в которой он находится. У него нет разума, у него нет силы. Разум означает сила. Способность самому независимо от обстоятельств жить. Допустим, разумный человек рано утром встает дома, независимо от того, спят все или нет. У него есть сила. Он живет своей, на своей волне. Он разумный. И другим дает возможность жить так. Но ребенок, он не может быть разумным по определению, потому что его разум созревает. Он будет созревать еще очень долго. До 25 лет у мужчин, до 20 лет у женщин. Как минимум. Это значит, что человек до этого возраста не может жить своими силами. Им нужна среда, которая получит вот эту вот силу, способность быть трудолюбивым. Но если родители расслаблены дома, от кого получит эту способность ребенок? Не от кого. Тю-тю. Он не станет трудолюбивым. Это невозможно. Теперь вы скажете, а у нас тоже нет трудолюбия. Что же теперь делать тогда? Общаться с теми, у кого есть. Для этого нужны отношения. Вот для этого нужна дружба. Дружба не нужна для того, чтобы прийти, мы с друзьями ходим в баню. У нас такая традиция. Нажрались, полетели в другой город, нашли себе другую телку. Там с ней снюхались, бросили жену, которая и по литу, по шее тоже. И все. И вот такая у нас традиция каждый год. Но это не то общение, понимаете? Не то общение. Не то, что мы должны в жизни поддерживать. Общение или дружба предназначено для того, чтобы получить что-то в жизни правильное. Вот в этом ценность жизни человеческой. Надо найти себе такое общение. И сразу же это общение будет менять судьбу. Вот допустим, вы хотите быть начальником завода. Допустим, как стать директором завода? Надо служить директору завода. Найдите себе возможность дружить с директором завода. Теперь вы скажете, а какой директор завода будет со мной служить, дружить? Зачем ему со мной дружить? Вот в этом и ответ на ваш вопрос. Значит, вы не можете стать директором завода. Потому что если вы могли директором завода стать, с вами бы с удовольствием директора завода дружили. Значит, у вас есть на это качества определенные. А если у вас нет этих качеств, значит, станьте подчиненным этого директора завода и служите ему так, чтобы он приблизил вас к себе и почувствовал, что вы достойный человек, способный управлять заводом. Видите, как это работает в системе? Есть два способа приблизиться. Один способ через труд, другой способ через дружбу. В чем заключается разница между дружбой и трудом? Труд — это деятельность, которая приносит деньги, а дружба создается только любовью. Человек не может дружить, если у него нет любви. Вот, допустим, у Меньшиков было очень много любви, и поэтому он стал другом Петра Первого. Тот почувствовал, что это за человек. И он стал возглавлять у него целую армию потом. Хотя это был бы обычный босяк. С этой точки зрения каждый человек должен разобраться в своей судьбе, на кого работаем, с кем дружим. И это объясняет. Если ты становишься близким человеком для святого человека, тогда ты становишься близким для Бога. У каждого человека есть две судьбы. Первая судьба — это его карма. Как определить, какая у меня карма? Посмотреть на всех своих родственников, на свою работу. На все, что у вас вокруг окружает. Вот такая у вас карма. Все, другой не будет. Вот это ваша карма. Все. Второй вариант тоже есть. Это означает отношение с Богом. Вы говорите, ну, я не знаю, я не верующий человек. У каждого человека есть отношение с Богом. Неужели вы ни разу в жизни не плакали? Почему я не могу выйти замуж? Помогите мне, я хочу выйти замуж. Пожалуйста, я хочу выйти замуж. Это означает отношение с Богом. Кому вы плакали? Никого не было вокруг. И потом раз, муж появляется. Как-то складываются обстоятельства. Они могут быть разные, эти отношения. Почему я не могу найти работу? Ну, сколько можно? Ну, сколько можно? Кому вы плачете? Вы никому не нужны. Но есть, кто слушает это все. Есть личность, которая слушает. Это спонтанное отношение с высшей силой. Спонтанное. У меня так в жизни произошло. У меня мать и отец постоянно ругались, ругались. Отец бил мать. Постоянно я там милицию вызывал постарше, когда был. Не знал, что делать. Не так замучился уже с этим совсем. Я вышел в поле, помню снег. Вышел, никого нет вокруг, в юго. Встал. Я не знаю, зачем я это делал. Я не понимал этого. Мне было 12 лет или 11. Поднял руки вверх. И сказал, я буду мучиться, сколько мне надо в жизни. И потом в сердце, такое в сердце, такое пришло. И я сказал это тоже. Но в 28 лет моя жизнь станет нормально. Это было обращение к Богу такое. Ну, ребенок так выразил свои чувства. 28 лет я познакомил с ведами. Потом. И жизнь стала другой, нормальной. Настоящей жизнь стала. Некоторые подумают, да, тебе стала возможность поменьше работать, больше денег получать. И так далее. У каждого свое мышление, что значит настоящая жизнь. Мне ничего не надо. Мне ничего не надо вот в этой жизни. Я так счастлив тем, что у меня есть. У меня есть любимое дело. У меня есть любимые люди, которые слушают лекции. У меня есть любимая жена. Пока еще у меня нет своей квартиры. И не надо. Хотя деньги есть, но я другие цели, более высокие, как бы их пытаюсь отдавать. У меня нет своей квартиры, но я живу в домике хорошем, в деревне. Хорошим не означает, что там хоромы. Ну, простой домик, простой. 7 тысяч рублей плачу всего там за аренду. Домик простой, деревянный, ну, такой старенький домик, такой хороший, на природе. Это ценно сказать, на природе. Потому что больше человеку ничего не надо. Ему нужно жить просто, чтобы быть рядом с природой. Понимаете, этого достаточно. Это и есть счастливая жизнь. Больше для жизни ничего не надо. Жить вот просто простых естественных условиях на природе. Чтобы видеть, как птицы поют, куры, ходят. И все, больше человеку для жизни ничего не надо. Вот к чему мы стремимся. Я в Киеве читал лекции, когда у меня там, ну, серьезные люди организуют лекции для меня, высокопоставленные. И меня поселили на 20, на 18 этаже, в хоромах таких шикарных. Я там просто вообще не мог отдохнуть даже на такой высоте. Нет отдыха просто. Живешь там, вот хоромы, все, вид там, красивейший вид там на реку, там красиво, там огни, красота. Счастья нет никакого вообще. Я сравнил вот с этой курицей, которая, я вам смотрю из окна, там, домик этот маленький такой, старенький. Такое счастье. Мы даже не знаем, что нам надо, понимаете. Мы вот лезем куда-то, что-то хотим, а мы не знаем, что нам надо. Дом построить себе, да сколько ты в нем проживешь в этом доме-то? 10 лет осталось жить, по статистике. Построил два года, прожил и умер. Детям останься. Детям останься, да детям ваш дом 100 лет не нужен. Насчет детей. Я когда лекции читал в Иваново, одна женщина ко мне подошла в слезах. Говорит, не моя проблема, не моя, проблема моей соседки. Она, говорит, жила для детей. Оставила им квартиру, мебель. Оставила им квартиру, и она у нее коллекция на фотографии коллекционировала. У нее все было в красивейших фотографиях, вся квартира. У нее было увлечения такое. Она когда ушла из этого мира, на следующий день она вышла на улицу с собачкой погулять. Соседка, подружка. И фотографии полетели большим дождем из окна. Целое море цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз. Все фотографии соседки, которые копила, всю жизнь показывала, на этом жила. Полетели из окна. Потом мебель за фотографиями. Квартиру продали чуть позже. Человек живет не для этого, мои хорошие. И не сможете вы своим детям помочь. Не сможете. Вы не сможете им дать честность, любовь к другим людям, трудолюбие. Не сможете им дать образованность. Не сможете им дать верность. Вы не сможете им дать хорошую судьбу, способность не болеть. Все это принадлежит Богу. Мы не можем это все дать человеку. Мы можем только сами получить по милости это. И по милости же это передастся детям. Проблема заключается в том, что большинство людей в этом мире не живут милостью, они живут своими силами. Так никто не против того, что свои силы нужны. Просто на что рассчитывать-то в этой жизни, на что надеяться. Вот смотрите, вот в этом, здесь вот, вот в этом вот написано высказывание. Семейные ценности передаются естественным образом. Но они не проявляются, не проявляются сами, пока не будут поддержаны неослабленным трудолюбием. Это подобно свету в храме, который гастит, если не свернуть правильно фитиль и не присматривать за светильником. Трудолюбие – это качество Бога. Оно не берется с потолка, оно берется от одного человека к другому. Если у нас друзья трудолюбивые, если у нас общение трудолюбивое, мы не можем быть нетрудолюбивыми, потому что стыдно. А если у нас по-другому все устроено в жизни, значит, все будет по-другому. У нас друзья такие, и вот все смотрят телевизор после работы. Я что, буду там за ребенком бегать, что ли? Понимаете, в этом и заключается проблема, что те ценности, которые мы действительно хотим в своей жизни иметь, они работой не достигаются. Они достигаются отношениями с тем, у кого они есть, любовью, выполнением своего долга в семье. Допустим, женщина хочет, чтобы муж не ушел от нее, остался с ней. Что делать? Мужчины отвечают. Женщины вообще молчат себе. Служить мужу. Любить его. Улучшать качество характера. Улучшать качество характера. Мы говорим про верность. О! Как самой быть верной? Вот смотрите, теперь женщины, давайте вот смотрите, я сейчас конкретный практический вопрос разбираю. Для вас, чтобы вы знали, смотрите, ситуация такая, когда женщина выходит замуж, каждой женщине в сердце возникает только один вопрос, только один. А я ведь могла бы и получше найти. Это что, верность или нет? У кого не возникает? Вы сможем жить? Это означает, это качество вы получили с рождения. С рождения. Видите, но все остальные засмеялись. Это означает, что большинству женщин с рождения это качество не получили. А это как раз и означает неверность моей хорошей. Если вы в самый первый момент посмотрели на него и сказали, могла бы найти себе получше, значит, что вы его уже закодировали, все. Эта женщина, верность принадлежит женщине, она никому больше не принадлежит. Где взять у той женщины, у которой есть? Вы не гордитесь, не гордитесь, я просто вас принято. Это никак не гордиться, понять, что это принадлежит Богу. Верность принадлежит Богу, понимаете? Общаться с таким человеком, который верно себя ведет в жизни, передается верность, и сразу появится понимание, зачем так думать, что я должна жить только с этим человеком, зачем так думать? Затем, что другого способа жить нет. нет другого способа жить в семье женщины. Если ты замуж вышла, ты должна так думать, иначе у тебя не будет семьи, у тебя будет один расколбас в жизни, один, второй, третий, пятый, десятый, дети будут непонятно чем заниматься, с кем общаться, все будет не так, как надо. Один вариант только. только один вариант. Победить в своем сердце. Жалкую эту мысль, что я нашла не того. Победить в своем сердце. Верить в свою семью, верить в свою судьбу, сказать, да, это мой муж, у него есть много недостатков, но это мой муж, мне он дан Богом, и я буду с ним жить. Вот кто сейчас из вас, вот сейчас у нас произошел тренинг определенный, я вам передал привет, у меня вопрос, вот честно, кто получил привет женщине? Смотрите, смотрите в зал, поднимайте руки повыше, смотрите в зал, видите, все остальные не получили. Эти женщины, они поняли, что теперь делать в личной жизни, а все остальные не поняли. Почему? Потому что общение означает передача от одного человека к другому. Есть только одно условие, хотеть получать. передача передача Человек не может сам что-то в жизни иметь. Вот у него это не получилось в жизни с самого начала, значит все, вот так вот. Нужно, чтобы передалось. От кого? Есть много людей таких, от кого можно получить. Ищите их, в умске куча. Есть наставники духовные, есть просто светлые люди в жизни. Есть просто честные, допустим, женщина живет честной жизнью, она не считает себя ни наставницей, ни старшей, ни кем, но она просто знает, что надо жить с мужем. Божественное знание. Попросите в ней рассказать, чтобы она рассказала, как она это понимает, этот вопрос. И слушайте с верой. Вот это она, с верой. Почему я с верой это должна слушать? Сейчас объясню. Потому что другого способа жить нет, мои хорошие, нет. Надо с верой слушать, означает, не сам, не сам я могу прожить, мне нужна помощь. Каждому человеку нужна помощь в этом мире. С верой означает, будет перетекать. Я послушала от нее, как надо быть замужем, и все. И у меня в семье все само поменялось. Означает, Бог вошел в семью. Ну, как вариант. Видите, без вот этого огонька трудолюбия. Дети трудолюбивым не вырастут. Где взять огонек? От тех, у кого есть. Мы дети лентяи. Вперед. Ищите таких отношений, общения, в котором вы перестанете в сердце своем жить так, как вы живете. В вашем сердце загорится желание трудиться в жизни. Трудиться не означает упахиваться на работе. Нет. Трудиться означает, прежде всего, менять свое понимание вещей, потому что знание является самой главной ценностью в жизни. Веда говорится, что ты деньги, которые заработал, с собой не унесешь. Дом, который ты построил, с собой не унесешь. Знание, которое ты получил о том, как правильно жить, всегда будет передаваться из одной в жизни другую. И всегда ты его сможешь применить там, где ты опять появился на свет. Поэтому знание является самой большой ценностью. Знание, подкрепленное опытом, потому что знание, просто полученное из книги, выслушанное, недостаточно. Это еще не входит в сердце, оно только пошло по пути к сердцу, это знание. Нужно еще так начать жить. Когда человек так живет, он понимает, есть, работает система, вот она, правильно. Все, значит, есть. Вы получили уже возможность не так сильно в следующей жизни стоять в углу. Потому что не надо думать, что обязательно мы всегда будем в углу стоять, не факт. Ведь можно и не стоять даже в этой жизни, даже сейчас. В этом заключается ответ на вопрос. Есть две жизни у человека. Одна жизнь означает карма. Что такое карма? В интернете мне рассказали. Показали мою такую искаженную лицо совершенно. Иногда так, я сочетаю, не замечаю. Такая, какая-то гримаша такая. В интернете. И подписано. Карма – это жесть. Приклад, а? Такую. В интернете сейчас сходят такие фотографии. Кто-то помогает мне лекции читать. По-своему. Своё отношение ко мне такие. Другие отношения такие. Но мне помогает. Потому что это правда. Карма – это жесть. Это правда. Она не спрашивает, понимаете, как нас мучить. Она нас будет мучить так, как она хочет. Но кроме кармы, есть ещё в нашей жизни другое. Смотрите. Любовь к труду – это не карма. Это то, что будет увеличивать в нашей жизни счастье. Чем больше человек с любовью трудится, тем больше в жизни счастья. Откуда это счастье берётся, будет браться? От благодарности людей, которые вокруг работают. От того, что начальник смягчится. Он увидит, что ты с любовью трудишься. Он тебя начнёт уважать. Раз он тебя будет уважать, это значит, что если по карме тебя надо будет выгнать с работы, он тебя отправит в отпуск на месяц. Ну, он отправит тебя. Ну, надо выгнать его. Ну, он хороший человек. Ну, ладно, на месяц. Выгоним на месяц. Не больше. Карма же действует через других людей. Допустим, если женщина вот с верностью служит мужу, её надо по судьбе бросить, допустим. Он её не бросит. Он уйдёт, просто погуляет и вернётся назад. И всё. И семья сохранится при этом. А может быть, и вообще даже не погуляет, если вы её отработаете со всем этим кармой. Понимаете, карма меняется в процессе деятельности, которая имеет духовную природу. Когда душа начинает действовать сама. В разных аспектах. Трудолюбие — это один из видов проявления деятельности души. Есть честность, есть верность, есть смирение, есть послушание, есть решимость и так далее. Есть много. Решимость в чём? Не в том, чтобы пельмени на спорт съесть, а решимость в том, чтобы двигаться правильным путём жизни. Потому что трудолюбие не означает упахиваться на работе. Трудолюбие означает трудиться над тем, чтобы менять свою судьбу. Означает также и упахиваться на работе. В чём? Для чего человек работает? Он работает для того, чтобы сделать всех счастливыми вокруг. Раз. Для того, чтобы помочь, сделать пользу этим людям, которые получают продукт. Вот ты делаешь какой-то продукт. Он бывает разным. Одна машина, на ней можно ездить вечно. Она сделана с любовью. Вторая разваливается, как по каким-то причинам раньше времени. Почему? Потому что в продукте, в любом, который мы делаем, заложена или любовь, или там ничего не заложено. Один делает операцию, и у него больные всегда выздоравливают быстро, а у другого осложнения одни. Почему? Потому что там любовь вложена, а там нет. Там, где вложена любовь, там присутствует Бог. Потому что высшие силы живут только любовью. Для них есть только один закон — это любовь. Поэтому все хотят так иметь предмет, который наполнен любовью в своей жизни. Ну, допустим, вы много стульев, допустим, можете купить, но если вам с любовью подарят стул, вы никогда его не выбросите. Он будет у вас в квартире стоять, вы скажете, это мне с любовью человек подарил, мастер хороший. И он всегда будет стоять в вашем... И самое интересное, что он не сломается, вот в чем дело. Что это настоящий стул будет. Итак, человек живет для того, чтобы культивировать в себе знания, культивировать в себе любовь. И он должен над этим серьезно трудиться. Трудолюбие означает работать над своей судьбой. Потому что, когда человек работает над своей судьбой, проходит несколько в несколько времени, и он попадает в другой коллектив, попадает в другие условия жизни. Все меняется в лучшую сторону. Он уже не так тяжело стоит в углу. Все меняется, потому что человек начинает прилагать правильно усилия к своей жизни. Понимаете? Одни люди постоянно работают, живут, там, работа, дом, там, фильмы. Другие люди живут по-другому. Они ищут истину. Вот, они положили на стол. Хорошо рекламировать таких людей. Это рекламная пауза. Вот книжка называется «Путешествие домой». Кто почитал, поднимите руку. Пожалели, нет? Нет. Потому что удивительная личность, удивительная личность. Один раз этот человек в своей жизни меня обнял. Один раз. Мне этого было достаточно. Мне больше не надо. Потому что такие люди очень редко встречаются. Этот человек с самого детства хотел только искать истину. Ему ничего в жизни не надо было. И он рассказал про свой жизненный путь в этой книге. Сегодня летел он на самолете. Мне в Ижевске подарили другую книгу. Подарил человек, сказал, почитай. Тебе нужно это знать. Книга называется «Не святые, святые». Православная. Я не почитал. Почитай, да? Почитай. Знаете, как я это услышал сегодня? Я ночью летел на самолете, и рядом со мной сидел мужчина и читал эту книгу весь, всю дорогу. Я смотрел на него, и у меня в сердце появлялось чувство к этой книге. Потому что я видел, как этот человек читал ее. Передается чувство, понимаете, ко всему, передается. Я эту книгу не читал, но вам рекомендую уже. Потому что, как бы, чувство передалось. При этом мы будем читать. Итак, не святые, святые. Архимандрит Тихон. Вас продается здесь? Она где продается? А? А где она продается? Православная книга. Ну вот, почитайте. Это ведическая уже книга, Ратханатха с вами. Это такой святой человек ведической традиции. Очень возбучная личность. Я его лично знаю много лет. Необычная личность. Он признан, как святой человек, президентом Америки современной. А также, он недавно выступал в парламенте Англии. Можете набрать Ратханатха с вами и парламент Англии. Два слова в поисковике. И вы, может быть, найдете видео в Ютубе, по крайней мере, есть. Как он с ними разговаривал. Люди плакали. Это правители сидели. Они слушали его и были в состоянии глубокого счастья. Того, что они общаются с таким человеком. Необычная личность совершенно. У него десятки тысяч учеников. И он очень много им дает, своим ученикам, в жизни. Много дает. Ладно. Существуют такие у нас следующие высказания. Существуют такие, как бы... Веселые настроения в нашей жизни. Они называются праздность, медлительность, забывчивость, вялость, сонливость. Эти настроения постоянно соблазняют человеческое существо. И этому человеку в своей судьбе суждено стопроцентное крушение. Стопроцентное крушение. Внутри эти силы, праздность, вялость, забывчивость, медлительность, всегда пристают к нам в жизни. Они всегда идут за нами по пятам. Но эти все силы означают, что мы не понимаем, где мы живем, где мы находимся. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Понимаете? То есть душа не должна просто быть расслабленной. Она обязана трудиться. Вот, допустим, тебе близкий человек по судьбе достался, и что люди делают? Вот если взять, допустим, любые фильмы, любые фильмы, любые там, вот, все, что происходит, в любых журналах, глянцы, вы увидите, только одно. Два человека близкие, как бы, стали близкими. Между ними появилась любовь. Что делать надо в это время? Мои хорошие, в это время надо разговаривать. Разговаривать о том, как жить будем. Какие у меня есть недостатки в характере, как их преодолевать. Общение нужно, понимаете, в это время. Потому что в это время все принимается, все признается, все... Со всем человек согласен. В это время нужно не балдеть в отношениях. Вот смотрите, опять то же самое. Праздность, медлительность, забывчивость, вялость, сонливость. Соблазняют человека. Мы хотим наслаждаться отношениями, а потом что наступает? Тю-тю. Потому что в это время был использован неправильно. КОНЕЦ Продолжение следует...